В конце сентября немецкие войска начали новое наступление на Москву. Кавалерийская группа Доватора заняла оборону на 30-километровом участке в районе города Белый. 10 октября силы вермахта прорвали нашу линию обороны и подошли к Москве. Кавалеристы Доватора, выйдя из окружения, отошли к Волоколамску и 15 октября влились в состав 16-й армии генерал-лейтенанта Рокоссовского. Доваторцы получили пополнение и готовились к новым боям. Не все новобранцы верили в легенды о комиссаре Акбаеве, которые пошли среди кавалеристов еще во время августовского рейда. Полковник Батов в своем очерке, прорыв к Десне, приводит интересный эпизод. Подъехавший комиссар Акбаев заметил замечтавшегося немолодого казака и спросил, «О чем задумались, Михаил Андреевич?» И он ответил, «О том, какой ответ держать после войны рановато, товарищ комиссар, могут много раз убить». Комиссар улыбнулся и ответил, «Нет, не рано, Михаил Андреевич. Не надо думать о смерти, а думать всегда о победе над врагом. Побеждает только живой. Пусть смерть спросит вас, рано или поздно? Надеюсь, ответите, что рано. Победа впереди. Еще много не сделанного». Кученко посмотрел на комиссара, прослезился от радости и сказал, «Я верю в легенды о вашей храбрости, героизме и простоте, чуткости и заботливости. С вами о смерти не надо думать, вы не дадите умереть». Вот и хорошо, добавил комиссар. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я хочу рассказать о своем отце, который родился в 1905 году в ауле Джазлых в семье крестянина. Он вырос, выучился. По тем временам имел высшее образование. Занимал руководящие посты, работал по политической линии. А когда началась война в городе Ставрополье Сформировался кавалерийский полк. Он был участником этого полка. Не у каждого участника имелись клинки. Суслов, в то время первый секретарь крайкома, подарил клинок моему отцу и другим участникам. Мне запомнился случай, который он вспоминал. Охотник случайно сбил немецкий самолет. Летчики были арестованы. Допрос вел мой отец. Мой отец удивлялся их несамоуверенности. Летчики были уверены, что они дойдут до Москвы, что они победят. Во время допроса один летчик попросил воду. Мой отец лично подал воду. Летчик отказался пить. Переводчик перевел моему отцу, что в Германии комиссары считаются людоедами.